всем доброго времени суток здравствуйте я приветствую вас на канале от татьяны с любовью сегодня мы с вами займемся посадками лука лук сажаю сажала globa в прошлом году ну и каждый год я сажаю семенами лук exhibition сейчас я вам покажу посадку другого лука но принцип точно такой же почему не их себе шин потому что у меня еще не пришел я выписывала голландские семена они где-то вот подходят должны приблизительно числа 7 8 10 быть уже на почте поэтому я их его так получу сразу же посажу а сейчас мы с вами посадим вот такой вот лук лук комета я его сажаю первый раз от садов россии заявлено что длина до 15 сантиметров и 5 сантиметров в ширину так это у нас лук чешской селекции потому что есть еще тоже с названием комета лук который сажаем мы семенами он голландской селекции он будет белый круг такой но вот уже довольно таки он крупный но он белый а вот чешской селекции вот именно такой лук комета поэтому вы мало ли если возникнуть недоразумение то вот я вам сразу сообщила у меня еще закуплены есть семена лук есть репчатый розовый фламинго вот такой вот но страсть тут у меня понимаете к луку свой я сажаю у меня семейный лук очень хороший лук и белый бочковой и красный ну вот и такие луки ну прямо не могу очень уж я люблю и экспериментировать сажать новые сорта пробовать и вот то что понравится конечно себе оставляю но пока из всех сортов которые я сажала их себе шин конечно в фаворите я все-таки получу я вам покажу как выглядит именно упаковочки голландских вот производителей посмотрите потому что ну схожесть там очень отличная и лук действительно соответствует своему сорту то есть то что заявлено то и вырастет у вас и вот такой вот лук корминка он тоже длинненький но оба эти лука они ранее поэтому сажать я их буду в марте месяца даже может быть в конце марта вот так вот где-то на рассаду и конечно буду открытый грунт высаживать уже на сладу так значит мы в первую очередь нам понадобится тара для посадки я опять вам порекомендую вот эти вот лоточки мини парнички каких называют в экспрессе они 27 рублей вот у нас стоят ничего привезли прошу год еще дешевле были они да значит я сделала в лоточках внизу дренажное отверстие и вот это у папа коробочка сверху вот эта крышечка сверху них вот она будет сейчас служите как поддон для сбора лишней влаги если такая значит будет но обычно я стараюсь не переливать грунт у меня вот такой вот я уже как делала грунт я описывала вам в питуньях в принципе рассаду вот таких вот растений я и сажаю в такой вот такие вот такой вот рассыпчатый хороший грунт там уже по мере роста различных растений вы будете добавлять различные то может быть удобрения органику или минеральные какие удобрения но принцип чтобы рассада чтобы рассада да хорошо выросла чтобы семечки все хорошо проклюнулись нужно грунт очень хороший питательный самое главное рыхлый посмотрите ссылочку я вам оставлю внизу на посев питуней там я рассказываю о грунте останавливаться не буду ну и вот так вот я его очень хорошо хоть чем вот у меня такой вот лоточек хоть чем хорошо его обязательно выравнивайте вот так вот утрамбовывайте да и проливайте у меня значит с марганцовкой сделана теплая водичка и вот так вот хорошо я сейчас его прольем не заливайте чтоб лужи не было вот я прямо в в реальном времени вам вот так вот видите вот проливали все этого достаточно сейчас мы с вами его отставим пока как раз питаться немножко логичка откроем с вами посмотрим что же у нас тут упаковочках положили тогда семена не обработали то для семечка убежала я его поймаю тут у нас по граммам 0 8 грамма заявлено значит ну вот сколько тут у нас семечек семена не обработали вот разложила я щас семена вот я не знаю может быть вами не видно а может и видно вот так вот видите немножко белесые видно и но когда вы сами то будете раскладывать вам все рядочки очень хорошо видно через два сантиметра я их примерно вот так вот у меня вошло раз два три 4 5 6 7 рядочков 8 немножко по краешку на не целый тут и значит у меня получилось где-то приблизительно 160 вот так вот семян вот сюда вошло кстати производитель положил довольно таки большое количество семян я думаю что я даже наверно все пачки не буду сразу сей посею сколько мне нужно потому что тут уже вот большое количество оставлю посмотрю как будет схожесть если схожесть будет отлично это мне вот будет достаточно пару вот таких лоточков это вот этого лука так мы сейчас берем грунт и вот так вот аккуратно не спеша вот так вот одинаково стараемся сыпать примерно сантиметр вот так вот засыпаем вот так вот засыпали и сейчас вот опять этим . вот так вот я всю земельку утрамбую чтобы у нас лук вышел без без вот этих шапочек вот так вот утрамбовали и значит у нас видите осталось место когда выйдут у нас петельки вот эти вот лук первую обрезочку мы сделаем я вам все конечно покажу как я это делаю мы обязательно будем подсыпать немножко сюда вот земельки и стоять у нас вот он расти у меня будет на подоконнике до где-то конца марта в конце марта однозначно начале апреля вот точно же я его вынесу в теплицу потому что лук не любит тепло он не любит тепло он сходить будет сейчас у меня в тепле сейчас я вам дальше покажу что будем делать а вот расти он уже будет более прохладном месте где-то 18-20 градусов вот для начала роста ему вообще замечательно а потом можно даже вот и ночью таки опускать температуру намного ниже и вот сейчас я сбегала за снегом это у меня снег и вот так вот сверху ну вот так вот сейчас насыплю снежку вот так вот за счет вот этого снега семена сейчас у нас немножко и стратификацию пройдут стрясочку получат такой холода и снег будет медленно тает не быть всем быстро не растает он будет тает медленно не сразу вот того расстояния которое вот у меня было там до земли не вполне так вот сантиметрах 5 наверно снега я насыпала так и сейчас значит мы берем с вами пленку и пленочкой вот так вот посадки вот так и в таком виде сейчас у меня это глоточек у меня сейчас на данный момент будет стоять на кухонном шкафу наверху там очень тепло хорошо три дня я вообще туда заглядывать не буду даже если будет конденсат ничего страшного и потом пленка все равно не плотно прилегает где-то вот есть и щели и она все равно испарение будут какие-то выходить ничего не бойтесь у вас там не заглохнет земля такая не за это да вот и вы сейчас значит у меня надо будет стоять дня 3 заглядывать не буду а потом буду смотреть утром вечером но если буду по возможности дома днем значит и днем буду смотреть как только появятся первые петельки я сразу же ставлю под свет под свет ставлю на круглосуточный будет у меня на полке сразу стоять под освещением будет под круглосуточным 35 дней посмотрю как пойдет схожесть 35 дней ну вот посмотрим как производители как семена у нас по схожести будут хорошо или нет все ну и вот сейчас мы ставим и дожидаем всходов ну вот посеяли мы с вами лук попозже значит как я вам говорила будем все этих себе шан придет она меня на я все равно вам покажу пачечки так что да ну и готовим сейчас к посадкам скоро уже подойдет время баклажаны и перцы баклажаны и перцы я буду все равно сажать в два этапа позднее сейчас сразу начну сажать где-то числа наверно двенадцатого а попозже там уже в конце февраля часть ранние сорта пойдут значит ну и вот сейчас готовимся я буду сажать в пакетиках как я вам показывала при посеве петуни значит все я вам это конечно сниму сниму покажу какие сорта я буду сажать обязательно так что не забывайте подписывайтесь на мой канал нажимайте на колокольчик значит чтобы оставаться в курсе событий что происходит у меня на канале я очень очень всем благодарна за поддержку и всегда ваша татьяна пока пока а